Провила — это древний тренажёр, усовершенствованный на современный лад для того, чтобы выводить людей на определённый уровень сознания, восстанавливать их физику, укреплять их тела, восстанавливать сухожилия, связки, укреплять общее состояние организма. Для оздоровления, для спортсменов, для тренировок мышечной силы, сухожильной силы. И выйти на тот уровень, чтобы входить в состояние ражи. Это для спортсменов, для воинов. Для обычных людей восстановить себя, укрепить позвоночник, укрепить связки. Восстановить энергетику, поменять привычки, избавиться от обид, которые остались на тонком плане. После тренировок на Провила они выходят, вложившимися эмоциями, и выливаются смехом, либо плачем. Тем самым помогают человеку очистить подсознание от старых обид. Русичи, русские люди, давайте становиться дружнее, давайте делать вместе совместно дела, которые будут поднимать наши рода, чтобы мы были крепче, здоровее, сильнее. Давайте сотрудничать друг с другом и делать вместе наш дом, нашу страну лучше, сильнее и здоровее. Вставай, Русь! Тренирую людей на тренажере Провила больше четырех лет. За это время выявил некоторые недостатки в конструкции. Хочу поделиться с мастерами и с теми, кто собирается тянуться, чтобы вы понимали, чем Провила отличается от Кривила и не калечились, чтобы это было вам во благо. Первый недостаток – это то, что люди, которые занимаются тренировкой на тренажере Провила, выездными тренировками, когда они собирают тренажер, они не уделяют внимания постановке этого тренажера. Надо четко вымереть диагонали в конструкции, чтобы когда тренажер установлен, диагонали были одинаковые. Это раз. Желательно еще по уровню саму конструкцию выровнять, чтобы она стояла ровно, потому что это изначальная постановка тренажера, она очень важна. Дальше второй момент. Если вы используете лебедку, то внимание уделяйте на то, что если от лебедки идет веревка, которая уже идет к рукам, к ногам человека, то обязательно лебедка должна стоять по центру, чтобы веревка слева и веревка справа была одинаковой длины. Потому что какие бы там супер нерастягивающиеся веревки не были, все равно веревка чуть-чуть дотянется. Соответственно, если лебедка стоит сбоку, как на многих конструкциях, то нужно использовать трос, потому что при тех нагрузках, которые используются в тренировке, трос не растянется. Соответственно, там может быть длина разная к левому конечности и к правой конечности. Но если веревка, то только по центру лебедка должна стоять. Второй момент. Третий момент. То же самое с ногами. Соответственно, длина, которая подходит к левой ноге и к правой ноге, должны быть одинаковые, чтобы не было никаких перекосов в теле. Соответственно, если человек использует провила с веревками, которые подсоединяются и к рукам, и к ногам, то не должно быть никаких подвижных элементов, где может изменяться длина левой и правой ноги, или левой и правой руки, чтобы там было все четко, без всяких подвижек. В этом плане я отдаю предпочтение тренажерам, у которых на ноги идут цепи. Почему? Потому что цепь, она никуда уже не сдвинется. Ты нужные звенья, количество отсчитал, повесил, у тебя и слева, и справа нога с одинаковой длиной. Соответственно, дальше поднимаются просто руки. Это проще конструкция. Немножко неудобно то, что ноги подвешены. Их иногда приходится опускать, чтобы человек отдохнул. Но есть конструкции, где руки и ноги поднимаются вместе, и там длина не меняется. Просто конструкция немножко громоздкая. За счет этого ее никто практически не использует. Так, еще один момент. Когда тянутся девушки, для них нагрузка должна быть в разы меньше, чем для мужчин. Больше как вот фитнес. Вот фитнес, как бы, если мужчины ходят в тренажерку, качают металл, железо, тягают. Для них свои нагрузки. А девочки занимаются фитнесом. Девочкам не надо тягать железо, им нужен фитнес. Чисто в плане просто поддерживания хорошего тонуса тела. Соответственно, нагрузки для девушек должны быть тоже в разы меньше. Еще один момент. У девушек подвижные кости таза. Соответственно, как можно выйти из этой ситуации? Девушкам нельзя растягивать ноги в растопырку. Потому что одно дело, когда они просто на шпагат сели, но за ноги ничего не тянет. А другое дело, когда на тренажере провила, ноги идут в растопырку и еще их вытягивают. Это уже нехорошо. Соответственно, можно ноги... Для этого делается фиксатор, который держит ноги на ширине плеч. Там либо к карабинчикам пристегиваете, либо к колечкам пристегиваете, где манжеты к ногам крепятся. Вот в том месте должна быть какая-то... Либо веревочка, либо небольшой тросик, либо цепь небольшая, которая будет... Ну и возможность, чтобы была регулировка, чтобы у каждой девушки плечи-то своего размера. Ноги на ширине, либо чуть-чуть шире плеч. Это для девушек протяжка. В принципе, в этом плане я считаю, что провила на грузах – это более идеальное провило. Но, конечно, на грузах ты не достигнешь тех показателей по вытяжке. И на грузах не получится сделать реабилитацию человека. К примеру, у меня опыт был, когда пожилые люди, которые двигаются не очень активно, уже дряхлеют. Они приходили ко мне, проходили всего пять занятий. Это четыре занятия каждый день. И пятое занятие было один день отдыха. И получается шесть дней все. Неделя, грубо говоря. Вот они потратили неделю, и они уже активнее двигаются. И они уже получают удовольствие от этого движения. Мышцы приходят в тонус. Это можно делать на провиле с лебедкой, потому что там можно практически не давать нагрузку в начале, когда человек практически лежит. Чуть-чуть нагрузочку раз – подвысил. С грузами это будет намного проблематичнее. Атлант помогает ставить. Самый полезный момент в провила – то, что она помогает изменить мышечную память, растянуть мышцы и стереть мышечную память, которая держит смещённые позвонки, смещённый скелет в том состоянии, в котором оно привыкло уже его держать. При помощи растяжений этих мышц с каждым разом они растягиваются всё больше и больше. И та мышечная память, которая была, она, ввиду нескольких тренировок, уходит. И человек становится ровнее, и восприятие жизни совершенно становится другим.